День российского предпринимателя в республике. Награду достоились не только предприниматели. Школьники и студенты познают азы предпринимательского искусства под руководством состоявшихся бизнесменов. Актуальное интервью с министром экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики. История успеха. Молодые предприниматели Чуваши разрабатывают современные детские развивающие игры. Минувшее воскресенье предприниматели страны праздновали свой профессиональный праздник. День российского предпринимателя торжественно отметили и в Чувашской республике. Работа на станках, предпринимательская деятельность, новые разработки и все это по совместительству с учебой в школе. Илья Васильев, ученик седьмого класса, один из тех, кого сегодня в Чебоксарах поздравляли с Днем предпринимателя. Началось все с того, что к нам пришел учитель, он был энтузиастом своего дела. Он предложил остаться нам после уроков и работать. Сначала я работал по дереву, исполнял посты и работы, для дома тоже работал. Потом мы перешли на металл. Благодаря моему отцу, который оснащает Чувашские предприятия инструментом, он предложил мне выполнить заказ. И с этого все началось. И я теперь работаю на станках. Илья победил в номинации «Открой свое дело». Но если этот молодой человек еще только в начале своего пути, то многие из тех, кто собрался в этот день в ДК Хузангая, предприниматели с большим опытом. Сегодня в Чувашской республике действует около 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По плотности предпринимателей на душу населения, если ввести такой показатель, то мы с вами занимаем первое место в Приволжском федеральном округе. Те, кто успешно ведет свою деятельность, вышел на высокие показатели производства и внедряет новые разработки, получили награды из рук главы республики. Наши предприятия выпускают кремно-органические эмали, лаки, краски. В данном случае наш награждает за инновационную разработку эта продукция для зашивания древесины на силиконовой основе. Я стала победителем «Лучший молодой предприниматель». То, что в таком молодом возрасте у нас имеется множество торговых точек и разный вид торговой деятельности. Впрочем, с сегодняшним номинантом есть куда стремиться. Вы просили меня, чтобы мы на уровне республики, для того, чтобы создать доброе имя предпринимательского сообщества, в отдельности предпринимателей, во перечень государственных наград, включить заслуженные предприниматели Чувашской республики. Я указ подписал, не обманул вас. Сегодня проект закона Чувашской республики разработан. И по представлению, соответственно, работодателей через общественные организации мы будем в этом году награждать уже. Наша программа побывала на так называемой «Встрече поколений». Школьники и студенты обучались основам предпринимательской деятельности на мероприятии, организованном республиканским бизнес-инкубатором. «Встреча поколений», приуроченная ко дню российского предпринимательства, состоялась в республиканском бизнес-инкубаторе. Цель встречи — сформировать положительный имидж предпринимательства, наладить контакты между уже состоявшимися предпринимателями и теми, кто только задумывается о карьере бизнесмена. В рамках встречи перед школьниками и студентами выступили предприниматели и члены общественных организаций. В их числе Анатолий Ерудкин, член экономического совета при главе Чувашской республики, директор агрофирмы ИПСО. Ирина Леонтьева, руководитель Ассоциации развития и поддержки маркетингов Чувашской республики при торгово-промышленной палате Чувашии. Наталья Галямова, генеральный директор АМ-консалтинг, а также многие другие. Сегодня мы с вами будем в ближайшие пару часов в такой интересной, веселой атмосфере знакомиться друг с другом. Фактически через полтора-два часа вы больше узнаете друг друга, обменяете контактами и в следующий раз вам будет проще друг с другом общаться. Республиканский бизнес-инкубатор активно проводит мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства в республике. Подобная встреча проходила и в прошлом году. Один из нынешних организаторов мероприятия, АМ-консалтинг, уже получили грант на развитие собственного дела в Минэкономразвитии Чувашии. Я промониторила, по сути, информацию и в интернете, и разговаривала с действующими предпринимателями. Мы решили, что бизнес-инкубатор – это место для такого стартапа очень хорошее. То есть здесь есть форма поддержки и государственной, это юристы, к которым мы обращались, и экономисты, экономический отдел, бизнес-план составить, какие-то вопросы решить. И здесь есть еще инкубируемые предприниматели. Например, мы используем возможность бизнес-инкубатора «Бухгалтерский центр» на аутсорсинге. То есть у нас нет необходимости в штатном бухгалтере, мы обращаемся к ним. Можно сайт создать, допустим, английский язык выучить, юридическая поддержка здесь есть. А с точки зрения гранта, в этом году мы, как компания, которая еще нет года, тогда, когда мы подавали заявление на грант, фактически можно было взять 300 тысяч. Но мы увидели, что 300 тысяч нам нет необходимости брать в полную сумму. Мы подали на меньшую сумму, то есть на оборудование, которое нам необходимо чисто для бизнеса. То есть это компьютеры, это проекторы, ну и все, что связано с техникой, для того, чтобы быть более мобильными. Вот. И, по сути, наш центр, международный центр развития предпринимательства, менеджмент, тайм-консалтинг, за то, чтобы государственные деньги использовались по назначению. И мы всячески поддерживаем эти идеи и говорим об этом с предпринимателями, которые к нам обращаются. Завершилась встреча деловой тренинг-игрой «Ледокол», суть которой заключалась в налаживании эффективных коммуникаций, а также умении быстро и четко оперировать полученной информацией. О впечатлениях по итогам встречи поколений с нами поделились сами участники. Меня пригласили в качестве предпринимателя для того, чтобы я поделился своим опытом с молодежью, со школьниками, со студентами, рассказал о себе и, ну, может быть, какие-то дал рекомендации, совет. Это игра, которая позволяет получше узнать друг друга и посмотреть, как бы, кто чем занимается и, ну, поговорить. Любая способность выявляется в процессе именно подготовки либо в желании. Сейчас пока, ну, нужно смотреть, нужно пробовать. В первую очередь, зависит от них самих. Я постоянно участвую и проводим, и в ближайшее время еще будет, ну, много таких мероприятий. Я все еще молодой, еще студент, и могу показать школьникам, что бизнес и предпринимательство – все это реально. И каждый человек, если это захочет, несмотря на возраст, может заниматься и зарабатывать для себя. А для себя я получил это новое знакомство с трудими предпринимателями города. У меня у самого предприятия производство без красной мебели. Такого обширного развития пока нет, потому что только на старте пока идет. Но показать, как все это делается, а что все берется, как это изучается – это с удовольствием. Я очень много узнала, я получила большой опыт, познакомилась со многими действующими предпринимателями. Они поделились со мной какими-то секретами даже своими. Вот, я получила ответ на многие свои вопросы. Как развивается малый бизнес Чувашии, с какими проблемами сталкивается и на какую государственную поддержку может рассчитывать? Об этом наше актуальное интервью с министром экономического развития и промышленности торговли Чувашии Алексеем Табаковым. Алексей Петрович, характеризуйте вкратце развитие предпринимательства Чувашии несколькими цифрами статистики. На что особо хотелось бы обратить внимание – это, безусловно, количество рабочих мест, которые создают субъекты малого предпринимательства. Ведь именно в этом сила малого бизнеса. И здесь каждый третий работник, занятый в экономике Чувашской республики, трудится на малых предприятиях. В общем и целом, оборот субъектов малого предпринимательства по итогам 2012 года составил практически 170 миллиардов рублей. Это тоже достаточно внушительная цифра, поскольку если ее сопоставить с объемами производства, например, в промышленности, то в 2012 году объемы производства по отраслям всей промышленности составили 146,6 миллиарда рублей. То есть, безусловно, конечно, в этих 146,6 миллиардах рублей сидят и субъекты малого предпринимательства, но мы видим, какую долю они занимают. Велико влияние малого и среднего бизнеса и в уплате налогов. Все налоги, которые выплачивают субъекты малого бизнеса, зачисляются у нас в бюджет Чувашской республики и в бюджет муниципальных образований. И объем налоговых поступлений, который поступил по итогам 2012 года от субъектов малого предпринимательства, составил почти 2 миллиарда рублей. А именно, если быть совсем точным, то 1,916 миллионов рублей. И это на 28,8% больше, чем за 2011 год. Поэтому влияние предпринимательского сообщества, влияние именно малого бизнеса на экономику Чуваши, оно достаточно велико. Уже в 2013 году, в мае месяце, наверное, следует еще отметить такой факт, как снижение количества числа индивидуальных предпринимателей, которое происходит из-за повышения страховых взносов, отчисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации. Эта тема, безусловно, актуальна и по состоянию на 1 апреля 2013 года численность граждан, продолжающих осуществлять предпринимательскую деятельность, у нас составила 50,5 тысяч человек. И она сократилась по сравнению с апрелем 2012 года на 17 652 человека. Это, безусловно, внушительная цифра. Но, что хотелось бы отметить в то же время, что зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей, у нас было 33 тысячи человек. Это, конечно, меньше, чем в прошлом году, но процесс регистрации индивидуальных предпринимателей, как мы видим, все-таки не прекращается. И людям бизнес интересен. За период первого квартала 2013 года прекратили предпринимательскую деятельность 5 713 человек. Это существенная цифра. Но за аналогичный период прошлого года, 2012 года, когда страховые взносы у нас не были столь велики, также прекращали свою деятельность 3 тысячи человек. То есть, как мы видим, в общем-то, процесс на сегодняшний день, он достаточно, можно сказать, регулярный. Кто-то начинает предпринимательскую деятельность, кто-то ее закрывает. Вот. Зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей у нас за первый квартал было 4 800 человек. За аналогичный период прошлого года – 2400 человек. То есть, как мы видим, в том числе и зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей так же больше, чем по сравнению с прошлым годом. Поэтому я надеюсь, что все-таки предпринимательский дух, он не умирает, и то повышение пенсионных отчислений, оно не так существенно скажется на желание людей заниматься предпринимательской деятельностью, на желание людей создавать свой собственный бизнес. В целом, можно сказать, что развитие малого предпринимательства в республике идет в позитивном русле. Наши предприниматели сегодня пользуются поддержкой на самых различных этапах становления бизнеса. В Чувашской республике, как и в целом на территории Российской Федерации, существует система мер по поддержке предпринимателей. Она направлена на предпринимателей, скажем так, на разном жизненном цикле их развития. То есть, есть поддержка для тех, кто только начинает свой бизнес. С прошлого года даже осуществлялась поддержка для школьников, которые только рассматривают предпринимательство в качестве направления своей деятельности, или, можно сказать, в качестве направления выбора своей будущей профессии. Есть также и поддержка для тех, кто уже существует не один год. Ну, если кратко, то я бы, наверное, обратил внимание на следующие моменты. Для начинающих предпринимателей у нас существует грандовая система. Гранд – это та сумма, которая предоставляется предпринимателю в качестве поддержки при создании его бизнеса. И эта сумма предоставляется предпринимателю безвозмездно и только на одних условиях. Надо поучаствовать в конкурсе, доказать состоятельность своего бизнес-плана и осуществлять свою деятельность в соответствии с данным бизнес-планом. Максимальная сумма государственной поддержки по этому направлению – 300 тысяч рублей. Но для инновационных предпринимателей она даже повышается до 500 тысяч рублей. Здесь я бы хотел отметить один маленький момент, который у нас формируется на протяжении, может быть, последних лет. Я бы рекомендовал начинающим предпринимателям не рассматривать при создании своего бизнеса максимальную сумму – 300 тысяч. Исходите, прежде всего, из того, что вам реально необходимо для создания бизнеса. Ведь иногда для того, чтобы начать бизнес, достаточно, может быть, и 80 тысяч рублей для того, чтобы купить первый небольшой станок или первое небольшое оборудование, которое вам надо. И поэтому, когда вы будете участвовать в конкурсе, то, безусловно, объективность и обоснованность, с которой вы подходите к запрашиваемой сумме, она, безусловно, очень оказывает большое и сильное влияние. И, наверное, все-таки надо обосновывать и заявляться только на ту сумму, которая вам реально необходима. Если же вы успешно проведете первый год своей предпринимательской деятельности, примете решение расширить и развить свой бизнес, то для этого есть уже и другие и иные формы поддержки. Например, это и агентство по поддержке малого бизнеса, которое может поддержать вас в пополнении оборотных средств под 8,25% годовых. Это и гарантийный фонд, который может предоставить вам, оказать вам поддержку для получения кредита в виде дополнительного поручительства. Ну и, безусловно, это те формы, которые предоставляет вам наше министерство в форме первоначально субсидированного первоначального взноса, если вы оборудование будете приобретать в лизинг. Если вы сумели и ваш бизнес достаточно эффективен на протяжении уже нескольких лет, и вам нужно более существенное оборудование, то здесь вам может оказать помощь это субсидирование процентных ставок по получаемым кредитам в банке. Две трети ставки рефинансирования, а на сегодняшний день ставка рефинансирования 8,25%, может быть, опять-таки, просубсидирована по вашим кредитам, достаточно существенным и большим, которые вы будете получать в банках на длительный срок для приобретения своего оборудования. Но особо хотелось бы выделить, наверное, те формы поддержки, которые не всегда измеряются деньгами. Это деятельность бизнес-инкубаторов. Именно там вас предупредят и расскажут о системе налогообложения, которая существует в Чувашской Республике и в Российской Федерации в целом. Именно там вам помогут найти, может быть, партнеров, которые уже работают, либо конкурентов, предупредить о конкурентах, которые существуют уже в этом бизнесе. Ну и для тех, кто уже работает, опять-таки, не первый год, бизнес-инкубатор может стать тем местом, где центр, Еврокорд-центр, так называемый, сможет подобрать вам партнеров уже за пределами даже Российской Федерации. А центр экспортной поддержки поможет вам и советом, а иногда и финансово, осуществить экспорт произведенной вами продукции за пределы Чувашской Республики. Вообще можно констатировать, что предпринимателей стало больше, желающих получить государственную поддержку? Да, эта тенденция на сегодняшний день достаточно заметна. Особенно по результатам 2012 года, когда если на начинающего грандовика претендовало 4 человека в начале года, на получение гранда для начинающих предпринимателей было 4 претендента на одно место, то уже по итогам, скажем так, образовательной деятельности и популяризации предпринимателей среди молодежи на получение грандов среди молодых начинающих предпринимателей претендовало 68 человек. Было подано 68 заявок, хотя максимальное количество средств было выделено 3 миллиона рублей, соответственно, если исходить из максимума, которым мы можем выделить 300 тысяч, то это 10 человек. Наверное, есть и здесь и социальный эффект от этой поддержки. По итогам 2012 года за счет всех форм государственной поддержки удалось дополнительно создать почти 3 тысячи рабочих мест по всей территории Чувашской Республики и сохранить около 9 тысяч рабочих мест. Продолжение интервью смотрите в нашей следующей программе. А сейчас наша традиционная рубрика «История успеха». Совсем еще молодая по меркам предпринимательства студия «Код ученый» уже успела заявить о себе как перспективный разработчик образовательных приложений для iPad. Созданные студией приложения уже с осени прошлого года продаются в магазинах приложений App Store компании Apple. По словам председателя совета директоров студии Татьяны Андреевой, их приложения помогают детям от двух лет быстрее и легче запоминать цифры, формы и цвета. Идея пришла достаточно просто. Когда я увидела iPad в руках своего тогда трехлетнего ребенка, младшей дочери, я поняла, что это очень интуитивно простое, легко осваиваемое ребенком устройство. И как-то обсудив с своей давней подругой, с Мариной Капрановой, это за чашкой кофе, мы пришли к выводу, что потенциал у планшетов, у iPad, в частности, именно в плане обучения детей, очень большой. Потому что это самое первое устройство. Компьютер двух-трехлетним детям освоить сложнее, а планшет, пожалуйста, они очень быстро его осваивают, очень нравится за ним играть. А проанализировав тогда магазин приложений, мы поняли, что интересных обучающих, именно ориентированных на возраст, маленьких именно детей, приложений не так много. И вот то, что мы хотели бы видеть для своих детей, вот мы решили, почему бы нам не попробовать это разработать. И вот примерно летом 2012 года мы зарегистрировали ООО и вот начали готовить свое первое приложение. Стоит отметить, что при разработке своего первого приложения Татьяна и ее коллеги решили посоветоваться с учителями начальных классов одной из школ города Новочбоксарска. Как оказалось, комментарии педагогов во многом помогли разработчикам сделать продукт максимально доступным и понятным для детей дошкольного возраста. С целью дальнейшего расширения своего дела предприниматели приняли участие в конкурсе субъектов малого и среднего предпринимательства на получение государственной финансовой поддержки. Про конкурс поддержки мы узнали от республиканского бизнес-инкубатора. То есть они нам сказали, что достаточно просто в этом участвовать, нужно бизнес-план написать, который они нам же и помогли сделать. То есть особых трудов это не составило. То есть мы считаем, что это очень как бы для молодых начинающих предпринимателей это замечательная просто форма поддержки. В перспективе студия Код Ученый не планирует останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Готовится к разработке новое приложение, ориентированное на детей от 5 лет. В планах у компании выход на мобильные рынки Западной Европы и Южной Америки. Приложение у нас есть как платное, так и бесплатное. То есть есть версия бесплатная, например, у летных фигурок. Но вообще, конечно, монетизировать разработчики должны свое приложение, иначе зачем этим заниматься. То есть монетизация – это достаточно сложная задача веб-сто. И на нее больше, наверное, всего усилий нужно тратить. И продвижение – это самое главное. Планы у нас большие, идей много. Если мы начали с математики. Почему именно с математики? Потому что мы считаем, что математика – это основа логического мышления, основа всех наук. Она очень важна именно в младшем возрасте. Сейчас у нас на выходе уже в стадии тестирования игра, которая рассчитана на детей уже от 4-5 лет, которая развивает пространственное мышление, и она как бы называется «Подарки для малышей». В ней будет три мини-игры, которые как бы развивают моторику, развивают такое логическое мышление, которое очень важно именно в дошкольной подготовке детей к математике. И в завершении полезная информация для предпринимателей. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши» 12 июня. Всего вам доброго и успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok